Я хочу ответить на вопрос. Я хочу ответить на вопрос. Бабушка выходит. Я подаю, но вы знаете, что это такое? Поминали? А, я говорю, это Евангелие. А о чем оно? Ну, как Христос, я говорю, умер, возлюбил нас, пострадал, воскрес. Нам это не надо. Кого помянуть? Отец Роман помянет. Я говорю, вам Евангелие-то нужно? Да нет, не надо. Ну и все. Неужели это ни о чем не говорит? Мы же еще, мы зовем в храм. Люди, ходите в храм. Потому что мы, русские, счастливые, что Бог дал православную веру. Один вопрос. Почему именно наше село? Наше село 55-е. Впереди стоит Павловск, Кребрихо, Туменцево, Шалаболихо, Мамонтово. Вот вы назвали все районные центры. А почему именно наше село, которое даже не является районным центром? Почему именно наше село, которое не является районным центром? Мы не только в районном центре. Мы не только в районном центре. Но то, что я услышал, это были районные центры. Мы самые маленькие, если до 1000 населения, мы туда уже едем. Это 55-е село. Это третий год. Мы ездим только летом, когда я как начальник. Привет, в Корчино. Ни районный центр. Под Степный. Небольшие село совсем. А сегодня вы во сколько уезжаете? Сегодня вы во сколько уезжаете? Сегодня мы выехали примерно без пяти восемь. Без пяти восемь. Без пяти восемь. Обычно, которые село ближе, мы литургию отмолились и поехали. К вам недавно приезжал мой брат, отец Акип, протеерей. Он встречался с вами. А с кем он встречался? Ну я ничего не знаю там. Нам трудно было найти дорогу, но милиция бы как разъяснила. Наша задача состояла в том, чтобы помочь людям, чтобы ходили в храм. Когда батюшка сказал, что на 1000 человек, постоянных прихожан 6, понятно, что это пол процента не решает ничего. Почему у людей Евангелия нет? Мы подарили и зовем в храм. Идите в храм. Начинают с пещенники, они такие, тебя это не касается. Самое великое счастье русского человека в том, что он дал православную веру. Начинают говорить, что такие апостиски лучше справятся. Они не будут. Они не будут. Церковь, это давление общейной иерархии. Это православие, где есть епископ. Если нет церкви, мы говорим людям, собирайтесь, занятия, чтобы были. Потом поехать к епископу Максиму. Ну просите открыть хотя бы часовню. Люди просят, что некому отпеть и прочее. Все, на этом наша работа закончена. Раздали Евангелие в каждый дом. Приглашайте батюшку. Ну и надо, чтобы храм построить. У нас 10 домов. Мы храм построили в первый же год. Дело очень доброе. Единственное, что хотелось бы, чтобы все-таки в известность ставили батюшек, когда вы приезжаете. Потому что приезжаете то вы, то там какие-нибудь свидетели еговы, то еще что-нибудь. Все пытаются здесь что-то сделать. Мы должны знать о духовном руководителе. Да, вот я заметил. А что-то охота сказать. У нас правило. Когда один говорит, все молчат. Да, понятно. Это антихрист только может так сказать. Понятно. Евангелие от Иоанна говорит так. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Взять на себя миссию. Златоуст говорит, нельзя. Я ничего один не сумею, если вы не понесете прихожане Слово Божие. Златоуст говорит, что апостолы остались на самом трудном участке в Иерусалиме, а миряне все по всему миру как разбросанный костер. Это надо приветствовать. И патриарх Кирилл говорит так. Нужно изменить тактику подходов. У нас в православии духовные развалины. Слова патриарха. И дальше что? Нам нужно переформатировать сознание населения. Слова патриарха Кирилла. И поэтому священники обязаны выйти на перепутье дорог. Изменить тактику. Рассказать о Христе. Чем и занимаются священники? Эта газета трудно печатана. Патриарх Кирилл знает это дело. И мы выполняем. Я ему написал большое письмо. Большое очень. Послали книги ему, Кудру, Медведеву, Карвину. Наши книги везде. Где говорится о сегодняшнем труднейшем положении. И патриарх об этом просто непрерывно говорит. Я посылаю монаха на север. Там сектанцы захватили. Все уже. Из севера и Дальний Восток. А монах отвечает. Мне кислорода там не хватает. А я говорю. Какой тебе кислород, когда ты монах? Ты для Бога отрекся от всего. Вот такие у меня труженики. Это печатает мирская пресса. Ясно дело, что мы стоим перед крахом. Андрей Кураев, очень известный диакон. Он говорит так. Если мы не поняли, не обратим внимание на молодежь. Не выйдем к народу священники. Через 50 лет минимум. У нас будет здесь мусульманский халифат, а не московский патриархат. Андрей Кураев это очень умный человек. Он знает о чем говорит. И он очень четко, кстати, в своих книгах говорит о том, что мы должны конкретно и четко следовать одной замечательной мысли. То есть иерархии. Приехали, благословились, начали заниматься. Не благословились, не начали заниматься. Братья Тихоновича, я скажу вам прямо. Без обиняков. Мы читали ваши книги. И совершенно согласны с теми, кто умнее нас. Что там нет православия. В книгах нет православия. Мы вам говорим, вы не православный человек. И вы утверждаете не православные вещи. Не святоотеческие. Кто не православный? Вы не православный человек. Чтобы вы не говорили здесь о Христе не так, как мы. Он свои слова или передает щиты? Он просит, чтобы вы не говорили о Христе не так, как Игумен Отец Роман. Не так, как святая православная русская церковь. Ваши книги не православные. В них есть еретическое учение. А что конкретно? Мы не хотим. Что конкретно еретического в книгах? В ваших книгах есть еретическое. Ну показать тоже страницу, то... У меня есть хорошая брошюра. Хорошо назвать. Хорошая брошюра. Если это вы знаете... Я буду, не знаю, не делюсь. К вам на занятия приходили люди, приходили. Я объясняю. И он говорит, я не согласен с чем. А вот такое-то, сколько-то там сотни. Давай сядем. И ни разу за 9 лет еще ни один человек не показал. Он не может показать. Что его обличает Слово. Я говорю, отец Роман, я говорю, приехал в Портояре, в Тульскую губернию. Я говорю, скажите, вот сейчас у вас и партийное собрание идет. Воображать не будем. Вдруг заходит Миреним. Мы не будем говорить, но пока вы не знаете. И он начинает говорить, вы из Яссадомские, Гоморские собрались здесь. На вас кровь. Вы народ обираете. Вы разжирели, как свиньи. Вы примите его? Нет. А это пророк Исаия говорит. Вы его выширнули, пророк Исаия не нужен. Дальше еще один стучится. Миренин. Миренин. И он начинает вам говорить слова. Я дальше я фиксирую. Голова 8, книга пророка Иеремии. Вы его тоже не приняли. Дальше я начинаю говорить Златоуста. Тоже не приняли. Какое же это православие? Под видом православия сегодня суеверие наслаждается отец. Сегодня священники, как правило, не знают православия. Они знают, вот, я отмахал Кадилову, пошел. Людям нужен Христос. Вам нравится, братья и сестры, вот это слово. Вам по душе оно. Будьте. Будьте со своим руководителем. Может он вас к чему-то приведет. Мы не хотим, чтобы вы здесь проповедовали. Уезжайте. Не хотим, чтобы вы здесь проповедовали. Уезжайте. Игнатий Тихонович, уезжайте. Не надо. Не надо нам вашей помощи. Не надо. Отец Роман. Говорите словами. Патриарх, Максим, Якон Кураев, которым мы как бы доверяем. Это обычная технология простая. Что было, так сказать. Мы ваши друзья. Вы все сказали правильно. Я вам назову номер, у меня газеты. Все покажу. Мы ваши друзья. Да, это так делается. А что отгонять? Это знаете, кто отгонял? Не нужно. Это люди Гадаринской губернии. Они говорили, отойди от нас. У нас свиньи потонули. Кажется, Христос исцелил Гесноватого. Нет, нам не надо. Это наша епархия. Нет, наша епархия. Это весь мир дан Христом, чтобы люди Христа знали. У вас здесь люди Христа совершенно не знают. Евангелия не имеют. Мы пришли на помощь к вам. На помощь, чтобы люди знали Христа, читали Евангелие. Живое евангельское слово. И вы занимаетесь своим, так сказать, делом не здесь. Это сердце православия на Алтайе. Сюда едут тысячи, десятки тысяч народов. Это сердце православия на Алтайе. Вот здесь сердце. Это место будет пусто и разрушено в скором времени уже. Это ничего не будет. Об этом знает только Бог. Это Бог знает. Уже все открыто. Где нет Христа, Христос сметает с пути со своего. Здесь есть Христос. И поэтому надо молиться, чтобы Бог дал людям познание Бога. Чтобы они приходили и молились Бога, знали Христа, Спасителя. Благодать, исцеление. Каждый день происходят настоящие чудеса. Всегда Бог дает свою благодать. И помощь. Каждый день благодать, исцеление и много чудес. Чудеса еще требуют иудеи. А елены мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Первое послание Коринфянам 1,18. Христа проповедует, это не чудеса. Чудеса будет сатана, да вас не будет с неба не изводить антистаса. На чудеса, чудотворное Христос не сказал. Зато он говорит, не требующий действия. Я иду херого Христа. Спасибо Господи, Ангелы Хранителя. Спасибо Господи, Ангелы Хранителя. Я когда проходила по одной улице, и в одном доме зашла там бабушка, Болящая, Красноармейский, 14. Я когда с ней побеседовала, она говорит, доченька, а мне не на что купить. А я говорю, я вам в дар вот дам. Я ей подарила Евангелие с Псалтирию. Я говорю, ну, если вы даже не сможете, хотя бы Псалтирь читайте. Она говорит, да я дома одна молюсь. Ну, а как, вы батюшку приглашаете? Она говорит, нет, у нас не ходит. Бабушку какую-то посетили. А ты подойди рядом, чтобы лицо снимали, слова были слышны. Постречаться с вашим священником, то я передам вашу просьбу. Вы хотели бы, чтобы вас посетил священник. Она так меня благодарила и с надеждой вас ожидает. Спасибо. Красноармейский, 14. Все, мы запишем. Мы ходим по бабушкам, поверьте, ходим. И кто-то нас приглашает, ходим. Никому не отказываем. Слава Христа. И бесплатно это дело. Аллилуйя. И крестим бесплатно, если люди, там много детей. Что же мы, волки, что ли? И по центральной, в конце улицы, там уже для бабушки немощные. Спроси. У людей, которые пришли, вопросы какие-то есть или нет? Чтобы мы могли уехать, свободно сказали все. Кому Евангелие не дали? Поднимите руку, Евангелие. У нас Новый Завет, и кто, может, не получил? Да у нас они есть. Получили все. Вопросы какие-то есть? Нет у кого? С Новым Заветом. Вопросы есть. Ничего нету? Вот женщина. У меня вопрос спросите, ради Бога. Пожалуйста. Поближе подойди сюда. Почему на вашу... Я не слышу, пожалуйста. Подойди поближе. Почему у вас на Новом Завете, вот вы Христа славите, почитаете его, страдания, распятие, все, что он для нас делал. Почему у вас нету? Там крестика нету. Нету? Нету. Это не православное издание. Православные не издают, и драм не дают. Вот ответ вам. Это синодальный перевод. Это 1876 года. Но издают его общество Гедеон. Они буква в букву все издают. Это синодальные издания. Ни одна буква не разница. Крестик они... Только они крест туда не ставят. Да крестики сегодня ставят везде. Порнографические фильмы и ставят крестик. Это все духовность. Нет такого слова духовность. Это горбачевщина. А было бы легче нам общаться с вами, если бы был бы этот крестик православный? Вам ответили, что это не православное издание. Гедеоновцы издали. А зачем вы этих, которые вас... Да нету таких. Принимайте вот это все. Если вы Христа почитаете... Ох, все, это Евангелие. Вот она, паста, уровень пасты. Текст-то 100% православный. Текст самого священного описания. А там есть дополнение в Евангелие. Вы убираете его? А какое дополнение? В каком месте? В самом начале и в конце. Даже несколько... Листочки это просто... Вообще ничего не знают. Против там ничего нет. Понимаете, оно смущает. Нету символа православия. У общества Гедеон правила, нельзя печатать телефоны. Они не имеют права. И нас заклинают, чтобы не печатать, не давать визитов. Игнатий Тихонович, поезжайте домой. Подождите, что батюшка говорит. Поезжайте домой. Да мы поедем, батюшка. Нас выталкивать не надо. Мы поедем, когда нам надо. Мира вам, ангелы хранить. Мы приняли это все. Мы поедем, когда нам нужно будет. Мы благословение приняли. Нас выталкивать не надо. Мы далеко ехали с любовью к вам. А вы приняли, накормили, напоили. Вытолкли, уходите нам. Мы вас приглашаем к себе. Мы накормим вас. Несколько автобусов к нам приезжают. У нас питание... Давайте уезжайте. Уже пятый раз говорите. Давайте уезжайте. Вот ваше отношение к народу. Я вам сказал, народ, Евангелие не имеют. Вы бы сейчас упали и рыдали на коленях. Народ, простите меня. Я пастырь слепой. Я не вел вас как надо, не кормил. А только шерсткой питался. Вы могли бы сказать, народ, что сегодня день для вас успеха. День спасения. На суде Божьем не так будет, а по Евангелию Бог будет судить. 12.48. Я не сужу Господь. Слово мое будет судить вас. Если оно будет судить, по нему надо жить. И вот здесь она уже расходится. Ну вы нас простите. Богу. Бог просит. Все, поехали. Подождите. Поедем, когда надо. Переставьте. Брошу, скажите мне вопросы. Вопросы есть. Вопросы есть. Вопросы нет. Мы уезжаем. Все, мы выполнили. Можно с вами поговорить? Знаете, во Франции есть... Вопросы нет.